Всем привет! Мы тут с Колей и с Лерой. Выбрались в Hyundai Outlet. Он находится в Анчоне. Приехали где-то полчаса назад, пока Коля там снимал, пока не сидели с Лерой. А сейчас пойдем погуляем. Сегодня у нас фасмурная погода, тяжелая такая давящая, поэтому немножко голова болит у Леры. Но ничего страшного, сейчас еще вкусненькое поедим и настроение улучшится. Мам, я сама сказала, не сладкое. Но не сладенькое, вкусненькое. Тут какая-то ярмарка. Много всего продается. И вот есть пижамки разные. Я здесь увидела с принтом банданы. Я так поняла, это сейчас тренд в таком принте. Кстати, я Лере сделала прическу с кольцами. Научилась наконец-то плести. Ну, вплетать эти кольца. Довольно неплохо получилось, да? Ну, короче, много всего есть для детей, для взрослых, для вкусняшки. А вон, смотри, детская. Какие-то наклеечки. Лера сразу пошла. Где? А там наклеечки на маске продают. А, чтобы маска не воняла. Это для меня надо, я же редко меняю маску. Пупытенько. Сейчас мы выбираем, что покушать. Ну, Лер, ну, аккуратнее. Где сфоткать? А, нет. Здесь очень много еды. Вот с этой стороны это все еда. С этой стороны и там дальше еще. И поэтому мы не можем пока выбрать. И просто ходим, смотрим. А если будет что-то интересное, то поедим. Ну, вроде как есть что-то там на примете, на? Едем. После долгих переговоров, думок, мы все-таки нашли место, где пообедать. И вот, что мы заказали. Сейчас еще принесут остальное. Будем снимать видос на Колин канал. Ножки дотикнули? Ну, ничего, отдыхай. Лер, ты знаешь, это статуя свободы? Да. А где она находится? В Нью-Йорке. В Нью-Йорке. Откуда ты все знаешь? А я не дебоксу сделала, что это СИЗО. А, все, базару нет. Я не знала, что Декатлон и в Корее тоже есть. А вон там сзади меня палатки выставили. Я думала, здесь кемпинг они устраивают. Оказывается, это магазин Декатлон выставил палатки на продажу. Вот это вот называется, да. Деревня выехала, а деревня во мне осталась. Да? Да. Если честно, мне Декатлон я тоже не знала. До того момента, когда он не появился в Саратове. Не, я вот из России знала. В Саратове он был. Потом в Москве увидела. А то, что он в Корее ездит, я не знала. Это все равно, что сейчас спортмастер увидит. Смотри, Тайсук перебил. Ау, как он нафигаторный. Туда нам надо. Я давно ищу детские солнцезащитные очки. Лер, не трогай стекла руками. Я ищу, чтобы они были с защитой от солнца, от ультрафиолета. Не знаю, вот эти, по-моему, идут с защитой. Надо узнать. Посмотри по размеру, какие тебе нравятся. Это тоже детские? Ну, это детские, поэтому. У Леры натирает обувь. Она надела старые санталии. И они неудобные. Мозоли вышли. И Лера говорит, у меня натёки. Натёки, да? Натёки. Поэтому мы пришли в магазин. Сейчас будем покупать кроссовки. Или возьмём Кроксы. Кроксы хочешь? А у нас есть дома Кроксы. Ты посмотри, вот таких нет. Что это такое? На платформе, да? Как тебе? Нормальные. Немножко большие. Немножко большие? У нас были похожие. И до сих пор дома есть. Смотри, они такие большие. Маленькие стали. Это какой? 190, да? Это 190. А если 180 возьмёт, будет впритык, мне кажется. Ну, можно попросить тогда. Прям сильно там ещё сколько? Ну, вот смотри, вот. Видишь? Там вот столько, да, сантиметров? Палец целый. Тогда надо 180, чтобы здесь и сейчас взять. Вроде как нормально 190, просто Лера вот так немножко пальчики сжала. 180. Нет, 180 и 190. 180 бонов будет. Ну как? Нормально? Нормально? Это уже подростковая модель, кстати. Всё, мы купили эти кроссовки. Вот так они смотрятся на Лере. Она сразу вот надела. Правда, носочков у нас нет. Но ничего. Зашли в магазин. Коля там ищет себе футболки. А мы тут с Лерой ходим, присматриваем, что есть для нас. И Лера нашла панаму. Она очень идёт вместе с этими кольцами. Образ такой получился. Он дерзкий, уличный. Ну-ка, посмотри на меня. Ещё с этими кроссовочками. Кстати, я говорила, да, что они, оказывается, подошли. Немножко свободные, но нормально. Если бы на размер меньше взяли, то прям впритык было бы. И буквально через пару недель, месяц, а летом дети быстро растут, то вот было бы уже впритык и маленькие. Кладить сюда телефон нельзя. Кто сказал? Кладите. Нет? Кладите. Такой большой этот аутлет. Мне очень понравился. Здесь и губера много, и магазинов много. Людей, конечно, тоже много, но они как-то не мешают особо. Что такое? Десять? А когда мама говорила, надо было вместе пойти. А я не хотела в класс. Ну ладно, сейчас надену. Здесь полно и туалетов, и всего. Очень красиво. Вон там город. Апатый, смотри. Смотри, как девочка пытается. Видимо, новая. Где? Она вот так ехала, а потом вот так. Что, удобные, кстати, кроссовочки? Мы взяли их за 62 тысячи мот со скидкой. Это немного большие. Около 60 долларов. Вот с этой стороны посмотрим, что тут. Тоже апаты, здания какие-то. Ты посмотри, а? Побежала. Аккуратнее. Тут такой пандус есть. Это очень удобно. С коляской или же инвалидом. Не обязательно на эскалаторе или там на лифте. Мы вообще изначально приехали в Hyundai Premium Outlet. Но здесь рядом, напротив, есть еще другой магазин. Ну, торговый центр. Не знаю, как называется. И мы все это время там околачивались. А в Hyundai так и не сходили. Может, пойдем в Hyundai посмотрим, что там есть? А? Николай, в Hyundai пойдем. Мы же там не были в Hyundai. Мама, испугай меня как-нибудь. Мы с Лерой зашли в туалет, а вон для мамы и ребенка. Вот взрослый туалет, а вон детский. И тут есть пеленальный столик, раковина, мыло. Короче, все удобства, все дела. Если бы еще был маленький ребенок, то я бы его вот здесь пеленала. Что, мама? Если бы это было в самолете, мама, мне кажется, каждую минуту здесь кто-то... О, Господи, пойдемте. Мы пока в туалете были, нам в дверь стала ломиться уборщица. И мы с Лерой чуть штаны не наложили. Да? Я серьезная такая. Господи, грабители! Грабители! А вдруг эта дверь разговаривает? Нет, я здесь будет сидеть. Стой, стой, не дергайся. Мы вообще-то примеряем кепку, и я вот думаю, брать такую или нет. Сколько она стоит? 20 тысяч. А, 2 за 20 тысяч. Ага. Не, ну она черная, я вот думаю, стоит ее брать или нет. У меня есть белая, есть такая, видишь, белая. Ну вот это, что это такое? Не, ну это еще ладно, вот это, вот это, вот это. Мы сели в машину, поедем. Куда поедем, Лер? 4 часа прошло. Покупать бабл-ти, да? Лера, сегодня целый день, говорит, хочу бабл-ти. Мам, ну я увидела вчера видео, где бабл-ти нужно сделать. Можно сделать. А мы сейчас зашли в одну кофейню, а там закончилось, поэтому поедем в другое. Вообще все выпили, водохлепки. Мы приехали к себе в торговый центр, и тут Лера нашла тоже с принтом банданы. Это платье? Коричневое. Коричневое, да. Это реально тренд. Тебе нравится такой тренд? Мам, мне кажется, уже будет стиль банданка. Банданка. Только как это индики, только банданка. Банданка. Я себе выбираю кроссовки. Вот думаю, вот эти вот брать или нет, это беговые. Они очень легкие и удобные. Вот, вот так выглядит. И сейчас еще другую пару примеров. Другую модель, вы посмотрите. А вот и другая модель. Они похожи. А, этот немножко больше размером. Это 240, а вот эта нога 235. Вот они похожи с предыдущей, просто здесь более держит форму. Давай я завяжу. Да. В итоге я выбрала вторые кроссовки. Не могла определиться с размером. И 235, и 240 мне подходил. Но я все-таки выбрала 240, потому что на случай, если нога отечет, или, ну, бывают разные случаи, то ничего не езжало. Да, мы, походу, не с той стороны вышли. Да, с той стороны. Ну, сейчас еще приду домой и померю. У меня, кстати, после длительной ходьбы немножко ноги устали. И, может быть, поэтому тоже 1035 немножко впритык был. Поэтому не знаю даже, правильно я поступила или нет. Но время покажет, посмотрим. Мы приехали домой, и я не показала, какие все-таки мы выбрали солнцезащитные очки для Леры. Вот такие. Лера, ну-ка покажи. Ага. Ой, мам, их в телевизоре видно. Они специальные такие, детские, с защитой от солнца. И стоили недорого. 39. Да, 39 тысяч вон. Это, ну, долларов 35. Я расплела Лере косички с кольцами и заплела просто косичку, как баба говорит. Как она говорит? Ночная коса. Да. Ночная коса. Чтобы волосы не путались и не мешали. Как вам новая прическа? А сейчас Лера что-то тут устроила. Как вам новая прическа? Салон красоты. Я говорю, что это такое? Зачем ты бандану вот так положила? Она говорит, так это, как это называется? Фартук. Фартук. Вот как делают же в салонах. Фарикмахеры лучше не посмотрят прическу. Слушай, не зря эту башку мы тебе, да? Или кто это тебе подарил? Дедушка Марла. А, да. Точно. Я уже забыла. Что, невидимок нет? Ладно. Как вам новая прическа? Сейчас растяжемся здесь. Ой, ну вообще шикарно. Завтра в школу так пойдем? Завтра. Ну-ка, на школу. В школьный день пойдем? Ммм. Ммм. Ее. Ах, красота. Красота требует жертв. Сейчас мы еще здесь косички заточим. А вот и мои кроссы. Такие вот белые. 240 размер. Это найки. Летние. Беговые. Легкие. Здесь вот сеточка. Заберу с собой их в Ташкент. Конечно, не буду каждый день носить, потому что будет жарко, наверное. Ну, если мы куда-нибудь поедем, куда-нибудь в горы или же где нужно будет долго ходить. Ну, в любом случае кроссы надо с собой взять. Мне они понравились. Они очень удобные. Все-таки я правильно сделала, что взяла на размер побольше. Но если я возьму их с собой в Ташкент, то они у меня не будут тоже такие белые, почернеют. Но я думаю, одни кроссовки надо с собой взять. Кстати, забыла вам показать. Мы недавно еще купили один макбук для Коли. Здесь память 512 гигов, а у меня 256 гигов. И сразу взяли мышку и подставку под компьютер. Если не найдем чехол на корейских сайтах, значит я закажу на Алиэкспрессе. Я уже один заказала, он идет 2 месяца и там что-то проблемы с растаможкой, поэтому буду разбираться и если что открою спор. Распаковку компьютера мы будем снимать на ТикТок, так что покажу, когда уже все распакую. Мы с Колей так подумали и решили, что этот компьютер я заберу себе, а тот, который мы недавно покупали, где-то пару месяцев назад, в марте, да, мы покупали. Вот, его заберет Коля, потому что ему так много памяти не нужно. У тебя крутая подставка, она сделана из алюминия. Получается вот здесь, видишь, наверх, с этой стороны также наверх, снизу убираешь тоже. А подставку ты мне что-нибудь даешь? Ну да, твоя. Я думала только компьютером вмахаемся. Нет, подставку тоже заберешь. Вот так. А, вот так вот, да? И вот чехольчик. Удобно брать с собой, все складывается. Пожалуйста. Мы уже все поменяли. Это теперь мой компьютер. И вот Коля недавно купил маленький столик для меня, чтобы я могла за ним работать и хоть куда переносить. Хоть в зал, хоть здесь, хоть на кровать. Но так получилось, что я пока Коля был на работе и здесь место освободилось. И села сюда и как бы здесь теперь сижу. Но мы посмотрим, будем по ситуации смотреть. Главное, что у нас есть два рабочих отдельных стола. И мы друг другу не мешаем. Конечно, хотелось бы побольше, во-первых, стол, во-вторых, квартиру. Но пока что из того, что есть, мы вот так вот сделали. Вроде как неплохо. Вот этот столик стоил совсем дешево. 5800 вон. Это 400 рублей. Причем доставка бесплатная. Я вообще обалдела. Но там был косяк, вот здесь внизу. Там царапина, но она отсюда не видна. А так столик нормальный, удобный. Так что за 400 рублей что вы хотели, да? Я уже опубликовала в ТикТоке видос с покупкой макбука. И оно залетело в рейки. Набрало 358 тысяч просмотров только на данный момент. А дальше, я думаю, оно будет продолжать вируситься. Там мнения разделились. Кто-то говорит, что зря купили макбук. Что на эти деньги можно было собрать мощный игровой компьютер типа Asus, Asus. А кто-то согласился, что макбук это хороший компьютер. Ну, короче, мнение как всегда разделились. Ну, у каждого свои вкусы, свои приоритеты. Я считаю, что глупо спорить. И то, и другое имеет место быть. Просто каждый выбирает то, что ему нужно. В последнее время у нас много трат. И да, я потратила всю зарплату Коле. Ты рад, Николай? Ага. Все, мы теперь без денег сидим. А это я себе, как видите, сделала косички с кольцами. Себе намного тяжелее делать, чем Лере, потому что неудобно. Ну, хоть и дольше, но все равно получилось. Я с собой горжусь. Не каждый так может. Да, Николай? Так что на этом я буду видео заканчивать. Если оно вам понравилось, то, как обычно, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, на канал Коли. Все ссылки всегда в описании. И увидимся с вами уже в следующем видео. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok